В жизни каждого взрослого мужчины возникает момент, когда он понимает Блин, я перерос эту тачку, я хочу себе что-то покруче, что-то посерьезнее, что-то побольше, помощнее Но так как у этого взрослого мужчины все еще нет денег Единственный выбор, который он может сделать, это единственный правильный выбор Это Range Rover Sport Именно такой купил себе я 2005 год, 4.2, компрессор, 390 лошадиных сил Друзья, знакомьтесь, суперчарджет Сладенький такой, хороший, мощный Традиционно каждый обзорщик, когда покупает себе новый автомобиль Показывает его максимально красиво Делается такое красивое вступление с интересными словами, философскими замыслами Но у нас не совсем получилось сделать то, что мы хотели Потому что как бы Range Rover уже слегка сломался Дело все в том, что здесь, конечно, установлена фирменная пневмоподвеска Которая позволяет менять дорожный просвет Но так как это мой Range Rover Естественно, я тут же засунул его в песок И правый пневмобаллон у него кончился Как это было, вы можете посмотреть на втором канале Ссылка будет в описании Просто здесь сейчас будут вот в этот момент Идут такие коротенькие нарезочки Они прошли И дальше можете переходить по ссылке Там уже полный видос Можете посмотреть, как я застревал Поэтому на машине ездить сейчас как бы некомфортно Давайте я сразу раскрою страшную тайну За сколько же был куплен этот чудесный автомобиль А куплен он был за 500 тысяч рублей Что такое полмиллиона рублей За такой огромный кусок автомобиля Вдумайтесь сами Еще один интересный факт про этот Range Rover Интересный факт В 2005 году, когда был выпущен этот автомобиль Я так думаю, именно в этом году он был куплен Ваш любимый бородач Получил свои первые права И ездил на автомобиле ВАЗ-2112 За какие-то там смешные деньги Купленные у знакомых моих родителей А кто-то Вот просто вдумайтесь В тот момент, когда я бедный студент Ездил на двенашке Я понимаю, что многие вообще не ездили на машинах В этот момент Но я ездил на двенашке Кто-то вот это великолепие забирал Из салона Ведь в чем фишка Range Rover Он и сейчас выглядит актуально Он не выглядит, как старые дрова У него нормальное состояние Он не уничтоженный Ну да, у него там Что-то здесь сделано Что-то там сделано Сломалось Сейчас мне он подвеска И выглядит он еще круче Даже в этом занижном состоянии У него нормальный салон У него Куча возможностей Он мощный Я просто представляю себе Какой разрыв Да, сейчас Возникает между тем человеком Который в 2005 году ездил на двенашке И который купил машину 2005 года В 2016 Я нереально рад, что у меня есть теперь Range Rover Прям вообще Интересной особенностью этого автомобиля Я выбрал именно Super Charge Потому что я хотел, чтобы у меня был компрессор Да, кстати, капот надо держать Потому что не работают опоры Итак, здесь установлен V8 4.2 литра Ягуаровский мотор Безваносный Вот что для меня стало важным решением Ну и, конечно, мне просто не хватило денег на ваносный мотор С компрессором И этот мотор, в общем-то, славится своей относительной такой Относительной надежностью Да, насколько это можно говорить про Land Rover Хотя, конечно, мы борцы со стереотипами Не стоит забывать об этом Да, здесь все немножко легко снимается Здесь как бы ничего не прикручено Поэтому это все С этим совсем нам придется бороться Да, то есть, ну, вот воздушный фильтр, видите, нормально прикручен Остальное все как бы здесь чуть-чуть на соплях Но это мы победим по-любому 390 лошадей для массы Капот, кстати, тяжелый 390 лошадей для массы 3 тонны Это не так уж и много Поэтому ускоряется он до сотни Всего за 8 секунд Это не быстро, я бы так сказал За 8 секунд он ускорялся тогда Как он ускоряется сейчас Мы, наверное, узнаем только после того, как полностью всю эту машину обслуживают Угадайте, что будут делать Мы сейчас вам покажем новый состав от Suproteco А у него еще больше действующего вещества И еще больше банка И трясти надо еще дольше Так что придется какое-то время подождать Но так как у нас не работают опоры Мы нашли бородача, который будет временно выполнять их роль Поэтому, пожалуйста, в станку Ну а я залью Suprotec Это новый состав Он называется Offroad 4х4 Это специальный состав для внедорожников И для автомобилей Которые подвергаются особо высоким нагрузкам Ну так как здесь большая масса Большой объем мотора И нагрузки, конечно, растут Поэтому вот этот состав, он более мощный Я попробую его, кстати, впервые на своих автомобилях Посмотрим, что изменится у нас Заодно узнаем, откручивается ли маслоосъемная крышка Да, откручивается Заливаем По-моему, замечательно зашел Все, можно быть спокойным Конечно, покупая такую машину Ты отдаешь себе отчет в том, что ты теперь борец со стереотипами И причем борец ты конкретный Потому что, ну, меня отговаривали все Это Range Rover, он ломается Это ненадежная машина У него дорогие запчасти У него к нему подвеска Все, продавай квартиру Можешь закладывать дом Все, короче, у тебя не будет больше никакой жизни Кроме как ремонт этого Range Rover И, естественно, мы хотели себя обезопасить Поэтому сначала купили его А потом уже поехали на диагностику И как это было, вы сейчас как раз и увидите Потому что вот это уже действительно интересно Дальше вернемся к рассказу про этот автомобиль Субтитры сделал DimaTorzok Никогда не покупайте Range Rover Да Никогда Я слышал слово никогда У меня сломалось, походу, дело, лоб на передний правый баллон У меня что-то гремит задние передние подвески У меня гуляют обороты, когда я еду Типа в районе 60-70 И у меня от полутора до тысячи До полутора обороты гуляют А дальше все нормально Какого-то вообще неинтересного Нет, у меня конкретно вот это Я когда выехал, он упал на это колесо Я врубил его, пытался поднять Вышел, он, короче, звук такой Как бы что-то сифонит Значит, скорее всего, вот это Потому что остальные все работали То, что хотя бы силикончиком почистить Ничего, спрызли и все Это пофиг Она настолько плотная Она тебе спирается с того, что у тебя машина бегает Ну, то есть, типа вот это силикон, он там Ну, там типа тысячу он там прожигает, да? Даже меньше А потом уйдет, и все равно полки Силикон, это же такая штука Ты бы сбрызнул, да, она ходит нормально Но для нее и грязь не ходит нормально Ну, да, да Тут-то она у тебя сухая, там отвалилась и все Иман, варварский способ Варварский способ вырезки катов И такой, знаешь, как будто варщик со стажем 4 минуты примерно Заваривал вот это вот все Да, да, вот это И здесь, и здесь Очень круто вырезано, прям Серьезный уровень работы, сразу видно, проведен над автомобилем Ну, и с этим мы совсем будем разбираться потом Это чуть-чуть похоже, да? Это похоже, да? Сейчас Здесь резиночки стоят Ага Это официальным заводом сделано Резиночки Даются определенные размеры, да Чтобы не менять целиком стабилизатор А, и просто Здесь активный стабилизатор, что перед, что за Соответственно ты поднимаешь, подкладываешь и закручиваешь И все, и он не бьется об защиту Да Это же защита, правильно просто? Это подрамник А, подрамник, да И он не бьется об подрамник А вот так будет он Длин, 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 длин Да, обнимает и все Да, Леш, это очень круто Андровер должно гордиться уровнем работы Шедеврально просто вообще круто Типа, чувак, у меня бьется стабилизатор об подрамник Да, да, все мы решили вопрос Все нормально, все поменяли Чем плохи ландроверы, рейнджроверы и все остальные автомобили этой марки Тем то, что у них вся проводка идет по низу, да Ну BMW тоже как бы идут Но BMW не позиционирует себя как машины, которые могут проходить полутораметровые броды, понимаешь? Да, да, да Ну вот тут страдает проводка Ага Самая-самая Да, с другой стороны веселее С другой стороны повеселее чуть-чуть О, я люблю, когда весел Ремонтированы провода, скрутки сделаны и все остальное таким гаражным способом Опа, да А, вот что это заглушили Неплохо Вот это интересно Это интересно Способ ремонта называется «Осиное гнездо» Это они здесь Тут, да Знаете, лента лохматая? Да, лента лохматая Оригинал Оригинал, да Ну вообще, true Крыло, крыло слепное, смотри как хорошо Крыло, да, вот это хорошее Вот это очень хорошее И там беременное левое тоже очень хорошее крыло Они же люминьи, да? Да Ну, люминьи Супер Вот, вся починка Угу Угу Ох Не, вот за 500 нормально Вообще Да? Вон, еще 500 и будет идеал Подумай об этом, потому что можно избавиться от этого и поставить себе пружины Ага, нет, ну че че мне понравилось? Ооо, вот оно, скелет компрессора Нет, прокладка нормальная Так все, сухо Ну да Все, радиатор Радиатор Да Радиатор? Смотри, банк Ооо При нагреве у тебя, соответственно, расширяется и начинает течь И при остывании Где, покажи течь Да вот прям вверх Да Смотри, какой фильтр стоит не штат у меня Как от классики А это он и есть Блин, длинный? Да, потому что подтекает Ну че, момент истины Ооо, масло Литр Минимум Мотор Долить, да? Долить, да Нормально прокачиваем Вентиляцию, да, переосначили? Да Вот это, конечно, желательно выкинуть И поставить нормальную трубку вентиляции Там тысячи полторы две, наверное, будет стоить Да А ее не просто так поменяли Она лопнула вот тебя А лопается не просто так трубки вентиляции Это из-за того Это из-за того, что закоксовывано Значит блок вентиляции Значит и блок вентиляции надо поменять может воздушный фильтр, блок вентиляции может тачку поменять? нету, купи точно Женя на суше мы что-то купили, давайте воздушный фильтр посмотрим смотри блок вентиляции и вот там трубки там короче все трубки надо менять они все заизолированы взамен всей вентиляции если ее не поменяешь, у тебя потечет прокатка поддона и задний сальник ДВС потому что не деться вентиляции из мотора, она у тебя выходит а выходит внизу, самая нижняя точка это поддон и задний сальник ДВС начинает свистеть ты не понимаешь что это такое, а это сальник вентиляция выходит он прям свистит или прям будит? свистит позитивные новости ребята так все хорошо с подвеской было прям вообще идеально и все было так хорошо ровно до того момента пока мы не открыли этот капот нужно заменить все сайлент блоки нижних рычагов задние стойки стабилизатора пневмобаллон нужно починить заменить всю систему вентиляции ДВС долить масло в ДВС литр ну это мы будем полностью менять соответственно все масла все жидкости в машине и заменить радиатор, что самое дорогое не знаю, может быть пока поездим так просто будем доливать и так же заменить диски и колодки в круг я так думаю, что мы сейчас так косари на 100 попадем но после этого машина будет уже в хорошем техническом состоянии можно будет спокойно ее эксплуатировать а как это будет происходить? смотрите дальше друзья, никогда не покупайте Ранч Ровер покупайте Ламборгини скажи точка вывода толскил вывода толскил на самом деле сегодня мы совершаем совершенно страшную вещь мы она уж точно не допустима совершенно для блогера конечно, мы едем к официальному дилеру на диагностику и во всех иных ситуациях это было бы довольно странным решением потому что, ну вы сами знаете все особенности официальных дилеров и уж тем более, купив старый Рейндж Ровер мы не хотим тратить много денег на его обслуживание но в этом официальном дилере работает мой очень старый друг с которым мы еще раньше работали в Хонде вы сейчас с ним познакомитесь его зовут Серега и он сказал, что как вы слышали, Лилскил еще даже сказали что диагностику Рейндж Ровера они провести не могут полноценно а он сказал, что могут поэтому сейчас мы поедем проведем диагностику всей электрики и разберемся с пневмом и посмотрим может быть все таки баллон не лопнул может быть все нормально и мы посмотрели давайте взглянем на это на это избиение проезд лежака на мертвой подвеске вообще есть есть конечно без пневмоподвески? это круто это настоящее ну вот аааа фан» это очень смешно как вы все знаете у меня есть один довольно известный друг его зовут Костя и он тоже снимает видео про range rover и он мне сказал, что что когда у меня порвался баллон, он мне сказал, что ничего страшного, просто выдерни предохранитель и езди такое, как какое-то время, пока ты не починишь свою подвеску. Я так типа ездил, все нормально, только не больше 80 км в час. Ну, сейчас мы едем 120, и я думаю, почему он так говорит? Но я вот сейчас, как только начинаются хоть небольшие колдобины, я начинаю понимать, почему он так говорит. Машина прыгает, и причем самое интересное, что у нее есть такая тенденция распрыгиваться. То есть она прыгает, и чем больше кочек, она тем выше, выше, выше начинает прыгать. И в какой-то момент у меня реально такое ощущение, что оторвутся передние колеса. Приходится компенсировать это либо нажатием газа, либо нажатием тормоза. Вдруг они ее сейчас починят, а вдруг она встанет, а вдруг с баллоном все нормально. Ну, пожалуйста, я так не хочу тратить бабки на этот баллон. Я забыл, что у меня есть два друга, и оба Сережи. Я забыл, что вы в одну смену можете работать. Раз, и слинял. Сереж, посмотри, пожалуйста, рейндж-ровер мой. Шикарная машина. Смотрите, снятие пленки. Слушай, ну что, по салону до этого года более-менее нормально. Машина, когда вот так, чуть-чуть почистим и пылесосите, и будет хорошо. Ну, вообще шикарно. Память сидений. Не, ну подвеска мне радует. Подвеска, подвеска. В лучшем, в британском стиле. Не думай, что это индийский стиль, это британский стиль. Новая Англия. За такие деньги это шикарно просто. Да? Серьезно? Меня удивляет один факт. Я сегодня подъезжаю к официальному дилеру. Думал, что здесь будет стоять очередь из рейндж-роверов. И я со всеми познакомлюсь, потому что, сами вы знаете эту поговорку, да? Оказывается, здесь никого нету. Вообще, только один человек приехал, привез свой СВР на ТО. Удивительное дело. Вдруг они действительно не ломаются? Вряд ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, надежнее, просто еще и непридуманная система. Все. По подвеске, цепь компрессора, коробка замыкания, это вы вытащили предохранитель реле. Соответственно, когда убрали реле, отсутствует связь. Это не работает, я так понимаю, спецпрограмма. Да, двигательный блок у меня отсутствует связь. Парковка по задним. Да, не работает. Передний парковок. Не работает. Не работает, а вот у него принудительное ограничение мощности. Это был какой-то у него какой-то один раз, он мне его выдал. Породником он ругается, послородным датчиком. Может быть, из-за этого у меня не гуляют немного обороты, когда я еду на маленькой скорости. Обороты, скорее всего, можно посмотреть, потом он будет гулять. Надо дроссель поочистить, поменять свечи и после адаптации. Можно посмотреть потом в реальном времени. Ну, это ошибка по дроссельной досланке есть. Угу. Это и все. Что-то есть прям критическое? Сказал человеку, у которого 400 ошибок в одном дровере. Что-нибудь критическое найдено. Вот интересная информация. Я задал ребятам вопрос, можно ли посмотреть, какой настоящий пробег у автомобиля. И смотрим мы его через режимы, да? То есть, так как здесь есть terrain response, у него есть несколько режимов работы. Снег, песок, гравий и обычный. Так вот, в обычном режиме машина прошла 211 тысяч километров. В режиме втором, это снег, по-моему, она прошла еще 5000 километров. В общем, в сумме пробег скрутили на 45 тысяч. Спасибо, не так уж и много. В общем, вполне достойный результат. Так что, на самом деле, пробег Range Rover не 170, а 200... Ну, короче, 215 тысяч километров. Да. Не так уж и много. Почему? Дима, она поднимается, Дим. И шипит. Может, глюк какой был? Сервисы скидался. Сервисы скидался. Она поднимается, неужели мне не надо чинить баллон? Давай, Range Rover живи. Если это реально не баллон, то я буду прям очень рад. Машина поднимается, я больше могу не ездить, как упырь. Точнее, как стильный парень, на самом деле. Как стиляга. Стильный парень. На самом деле, машина показывает свое живучество. Ну, сам видишь. Какие-то глюки, глюки возможны, да. Да, но все нормально. Все нормально. То-то все равно. Где-то, где-то все-таки вздувает. Где-то воздух травит. Есть звук. Да, вот он этот звук, да. Родненький. В руку засовываю туда. Ага. Сейчас я пролезу. Только смотри, только пальцем надо туда засовать. Потому что машина опускается и там сама останется. Нет, она вот отсюда. Да, вот изнутри, ага. Пальцем моя машина опускается, пальцем еще имеешь. А, ну да. Песка столько. Да, и прям на палец опускается. Нормально. Уплотнение. Надо поменять. Просто уплотнение тебя поменять? Ну, да, на этой коробочке. Так, я понял. Что еще там у нас? Работы очень много по машине. Не, она ездит, самый классный. Брат мне или нет? У меня бороды нет. Я не могу так говорить. А мог бы. У тебя как раз не было видно тройного подбородка. Ну и как там? Вот, отличная свечка, по-моему, реально свежая. Не обманул. Паша, если ты смотришь этот выпуск, ты меня не обманул. Ты молодец. Свечка действительно новая. Все прекрасно. Значит, почистим дроссель и должно стать легче. Рейндж-Роверов. Все владельцы ленд-роверов реально встречаются у дилеров. Только что к нам подошел чувак, говорит, я бывший владелец этой машины. Я здесь 10 тысяч назад поменял бензонасос и поменял ремень. Машина нормальная, хорошая. Молодец, что купил. Сейчас мы сделали в Артексе, значит, диагностику. Диагностика, кстати, недорогая. Обошлась нам вместе с пневмоподвеской. Ну, там где-то 3,5 тысячи рублей стоила диагностика. Компьютерная и пневмоподвески. Почистили дроссель, свечи зажигания посмотрели и сброс адаптации сделали. И получилось у нас 7777 рублей. И у нас должен такой закрутиться джекпот. Поэтому нам единственное, что нужно сделать реально, это сейчас поменять пневмобаллон, сделать ТО-шку, поменять все то, что сказали. И через 100 тысяч рублей мы будем в прекрасном состоянии. Друзья, на самом деле, несмотря на все эти косяки, я несказанно рад, что купил именно этот автомобиль. Он полностью перекрывает все мои потребности. У него есть классный звук двигателя. Он большой, вместительный. На нем можно съездить на рыбалочку, можно съездить в лес. А ведь каждому бардачу хочется выбраться в лес. В следующем выпуске мы устраним все косяки, поменяем все, что нужно. Придется немножко вложить денег в этот автомобиль. Я надеюсь, что она живет. И дальше уже начнем заниматься его тюнингом. У нас есть очень интересные идеи по поводу того, как именно этот автомобиль должен жить, во что он должен превратиться. Поэтому, если вам интересен этот проект, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. И также внизу ссылочки на все наши соцресурсы, инстаграм и контакты. Будем ждать вас в подписчиках. Если действительно, просто... Понимаете, вот... Жекич Дубровский перебрался в Москву, кстати, да, это такая актуальная информация. И он постоянно говорит, типа, почему ты не просишь лайки? Вот я хочу попробовать. Если проект понравился, поставьте лайк, если действительно эта машина вам интересна. Кстати, относительно Костя Академика, хочу сразу сказать, Костя Академик этот проект поддерживает. Он, конечно, про него знает. И по часу, если он на телефоне рассказывает, значит, как надо там что вынимать, Чтобы эта машина могла куда-то доехать в случае поломки. Спасибо вам большое. Удачи. И пока.